Кто-то называет это супом, а кто-то считает, что это рагу. Но как ни называй, вкус его от этого не изменится. Он все равно останется превосходным. Аргентинская локра. Блюдо, которое вы обязательно должны приготовить. Восторгу не будет предела. Начнем приготовление с фасоли. Обычно в блюде используются белые ее сорта. Фасолью лучше заняться с вечера, тогда она приготовится в разы быстрее. Возьмем ее 150-200 грамм. Заливаем водой и оставляем в ночь для набухания. Локра это блюдо из большого количества составляющих. Все они разнообразны. В этом весь смысл этого рагу. Придется немного повозиться, но поверьте, это будет того стоить. Начнем с разделки мяса. Традиционно это говядина и свинина. Реже курица. Я взял немного говяжьих ребер. Около килограмма. Так мне захотелось. Вместо них можно взять мякоть. Это уж на ваш выбор. Предварительно срезаем лишний жир и все пленки. Разделываем мясо на части. Также я взял 500 грамм свиной мякоти. Нарезаем ее кусочками среднего размера грамм по 30-40. В этом блюде могут присутствовать всевозможные мясные части, вплоть до хрящей. Я взял свиную рульку и срезал с нее небольшие мясные части вместе со шкуркой. Вот их можно нарезать помельче. Все мясо складываем, пока в отдельную посуду. Теперь пришло время заняться овощами. Локра это не только мясо. Берем одну головку репчатого лука среднего размера и нарезаем небольшими кубиками. Откладываем ее пока в сторону. Лука будет много и не только репчатого. Вот один из них. На днях мне повезло раздобыть стебель лука порея вот такого размера. Как ни странно, но я буду его использовать целиком. Удаляем кончик, а всю белую его часть нам предстоит мелко порезать. Для удобства разделяем стебель повдоль, а затем уже шинкуем. На этом пока остановимся. Ставим казан на огонь и добавляем в него растительное масло. Высыпаем весь порезанный лук. На среднем огне обжариваем его, пока он не обмякнет и не приобретет едва золотистый оттенок. Сильно обжаривать не нужно, просто прихватываем его при постоянном помешивании. Пока лук постепенно доходит, приготовим следующую часть овощей. В данном рагу присутствует батат. Если его нет, то это не проблема. Просто заменяем обычным картофелем или вместо него многие используют морковь. Дело в том, что локра должен иметь легкий сладковатый вкус. Батата я взял одну штуку весом в 300 грамм. Очищаем его и нарезаем средними кубиками. Ну и сюда же можно подрезать немного простого нашего картофеля. Буквально 3-5 штук в зависимости от его размера. Это рагу или суп как хотите, должно быть очень густым. Поэтому овощи тут необходимы в большом количестве. Возьмем пару штук сладкого перца. В некоторых вариантах приготовления он отсутствует, а в некоторых есть. Думаю, что лишним он не будет. Срезаем все боковинки, удаляем семена и перегородки. Нарезаем его также небольшими частями. Лук заметно осел и поубавился в объемах, как нам и нужно. Добавляем к нему перец и снова перемешиваем. Самое время выложить мясо. Сначала выкладываем ребрышки, а поверх их кусочки свинины. Мясо должно хорошенько протушиться и стать мягким, поэтому добавляем немного воды. Буквально вровень. Учитываем еще то, что мясо само по себе дополнительно выделит влагу. Немного посолим и добавим приправ. Черного молотого перца, пару чайных ложек паприки, одну чайную ложку дмина и одну чайную ложку орегано. Накрываем крышки и оставляем тушиться. А в это время продолжим заниматься остальными овощами. 5-6 зубчиков чеснока следует подавить ножом, а затем порезать. Можно мелко, можно чуть крупнее. Все равно при долгом тушении от него ничего не останется, кроме вкуса. Как без тыквы. Ее я заранее помыл и почистил. Естественно удалил всю внутреннюю мякоть с семенами. Нарезаем кубиками среднего размера, но только не сильно крупно. В дальнейшем она должна сильно развариться, почти в кашу. Тыквы я взял 600 грамм. Пока отложим ее. Мясо тем временем потихоньку продолжает тушиться. В данном блюде обязательно должна присутствовать кукуруза. Именно она в тройке с тыквой и бататом придадут рагу сладковатый вкус. Очищаем початок, отрезаем кочерыжку и нарезаем ровными долями. Можно, конечно, просто срезать зерна ножом и все. Но я почему-то решил этого не делать. Если нет свежей кукурузы, то берите консервированную. Ну и конечно же немного копченостей. В оригинале используется колбаса чориза. Но в нашей глуши, да к тому же хорошего качества, отыскать сложно. Да и будет ли она той испанской чориза, большой вопрос. Поэтому обходимся 300 граммами обычного сервелата. Нарезаем его кубиками. Все, с нарезкой закончено. Ну и конечно же не забываем о фасоли. Несмотря на то, что она ночь провела в воде, готовиться она будет все равно дольше остальных овощей. Поэтому она первой отправляется в казан. Кукуруза тоже не из мягких. Ее туда же. Хорошенько притапливаем, чтобы она как следует проварилась. Закрываем крышкой и тушим один час на слабом огне. Спустя время выкладываем весь порезанный картофель. Как белый, так и красный. Вместе с ним копченую колбасу и порубленный чеснок. Ну и в самом конце тыкву. Заливаем небольшим количеством воды. Локро блюдо густое. Но если вы, как и я, предпочитаете побольше бульона, то вливайте воды чуть больше. Добавим пару лавровых листиков и накроем казан крышкой. Тушим еще 30-40 минут до полной готовности фасоли и кукурузы. Будут готовы они, будет готово все остальное. Ну а пока все томится, перед самой подачей можно подрезать свежего зеленого лука. Если кто желает видеть небольшую остринку в блюде, можно подрезать жгучего перца. Но сегодня я не из таких. Ну вот пожалуй и все. Чуть больше двух часов томительных ожиданий позади. Аргентинская локро готова. Густое, насыщенное и потрясающе вкусное. Сделайте свои зимние выходные еще более радостными. Обязательно приготовьте незабываемое аргентинское локро. Готовьте вкусно и приятного аппетита!